Доброе утро, девочки мои! На улице минус три. Уже полдевятого утра. Восемнадцатое марта. Снежок, мороз, но солнца нет. Как будто бы февраль вернулся. Нет, даже такое впечатление, как будто февраль с мартом решили поменяться местами. И всё. В феврале было как в марте, а у нас сейчас зима как будто бы вообще. Вышла я, девочки, на улицу. Солнышко выглядывает периодически, но морозец чувствуется, да. И даже вот какие-то мушки беленькие летают в снежочек. Вообще кошмар. Так вот, видите, погода как. В феврале радовались весне, а сейчас март уже перевалил за середину. Весны нема. Но я так вроде смотрела, погода вроде начнёт улучшаться уже вот через несколько дней. Но она даже уже, начиная, наверное, с завтрашнего дня потихонечку, потихонечку начнёт идти на плюсик. Вот я жду. Жду. Мне очень необходимо солнышко, тепло. Я прям не могу. Мне грустно, когда холодно, когда мороз. Вот. Вышла, решила выйти прогуляться. Ну, во-первых, хлебушек нужно купить. У меня, когда заканчивается хлеб, ну, тогда прицепом туда ещё какие-то продукты цепляются. Когда хлеб есть, я всегда найду, что поесть. Вот. Так что я решила выйти, пройтись по воздуху и купить кое-какие продукты. Ну, зайду я, как всегда, в пятёрочку. Посмотрю, может, в ларьке какие-то фрукты, овощи прикуплю ещё. Посмотрим, что в пятёрочке у нас изменилось, а что не изменилось. В общем, если там ничего не изменилось, то и я снимать там особо не буду в этот раз. В прошлый раз уже я там так нормально всё сняла. Я думаю, особо больших перемен там не будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. Всё. Иду, радуюсь солнышку. Снежок чуть-чуть местами лежит. Потому что ночью минус. А днём вчера было минус один, а сегодня плюс один. Так что вот так. Ну что, давайте пройдёмся, да посмотрим по сторонам. На небо посмотрим. Небо, видите, местами облачно чуть-чуть. А местами прям голубенькое чистое небо. Ну, вот такой вот морозец. Он сейчас у всех. Многие сейчас мёрзнут. Ну, честно говоря, неудивительно. Потому что я помню, как-то в конце марта один раз столько сугробов нанесло. Столько снега было. Потом он долго ещё стаил. Сейчас хоть так, снежок чуть-чуть-чуть-чуть вчера хлопьями прошёл. Так, ну что тут у нас ларёк, где я беру обычно фрукты, овощи. Я смотрю, ничего не выложено. Они опять, что ли, закрылись? Тут ещё каких-то ларьков нам понаставили. Пока ещё не работают. Так, ну, я смотрю. Или они мёрзнут, может быть, поэтому внутри сидят. Сейчас надо зайти спросить. Ну, вот я пришла к своему десертику, любимому. Прошлый раз я брала его со скидкой. Со 42 рубля, по-моему. А без скидки было 62. В общем, короче, подорожали вот эти вот штуки. Но не все. Вот по старой цене осталось ещё, видно, завоз предыдущий. Вот это вот 36,99. В общем, короче говоря, я вижу какие-то старые цены, а где-то новые, видимо, уже завоз, уже по новым ценам. Ну, ничего себе, подорожало так серьёзно. А вот данон, он ещё по акции идёт. Вот надо данончика тогда взять. Так, ну, творог я, по-моему, в прошлый раз брала по этой же цене. Ну, возьму ещё одну пачку. Так, ну, я смотрю, сметана. 20-процентную я не беру. Обычно беру 15-процентную. Что-то 15-процентная тут вообще мало. Ну, сметана подорожала. Она тогда стоила дешевле. Значительнее. Так, кубанская бурёнка 66. Вот это, скорее всего, ещё старая цена. Наверное, надо взять. Так, ну, масло красная цена. 90 оно так и стоило. Красную цену так я и возьму. Как я её обычно и брала. А другие, ну, другие я не смотрю и не беру. Хотя выбор невеликий смысл. Так, сыр российский. Он так и стоил в прошлый раз. 45. Красная цена. Я смотрю по красной цене. Меня устраивает сыр. Другой сыр, который подороже. Вот радость вкуса я люблю, да. Но здесь 100 грамм, получается, стоит 100 рублей. Ну, в два раза дороже. Зачем оно не надо? Так, я смотрю, яйца, которые я брала. 7,9 так и стоят. Масло, то, которое 101, оно стоило. Красная цена. Я его и взяла. Зачем мне нужно другое? Сахара как ни было, так и нет. Так, ну, что, идём дальше. Хлеб я взяла. Так, мёсли вроде столько же стоят. 109. Последний раз, как я брала. Надо кофе посмотреть. Если есть по акции, надо взять по акции. Так, ну, что у нас по овощам? Огурцы среднеплодные, вот эти вот гладкие. 100, 75 стоят, да? Помидорчики сливовидные. Ну, они где-то так же, наверное, стоили. Так, колючие, колючие я брала. Но их что-то нету. 209 колючих стоят. Вот эти длинные, 74. Дешёвые, предешёвые. Так, ну и всё. И вот эти вот томаты, 253. Что-то они вроде как поднялись. Ну, что-то где-то поднялось. Мне так кажется, такое впечатление, что просто новый завоз, он просто заходит подороже, чем старый. Лук 23 рубля. Но лук я в прошлый раз взяла. Картофель фасованный, 51 рубль килограмм. Так, капуста 73. Ух ты! Морковка 42. Картошка. Ну, тут её, конечно, подразобрали. 40, да? Ну, вот такие цены. Вот в магазин заходило, светило солнышко. С магазина вышло. Уже какие-то мелкие хлопья. Ну, не хлопья, а вот эти мелкие снежинки летят. И всё. Солнце спряталось куда-то. И, в общем-то, холодно-морозно. Я так думаю, что гулять неохота больше. Мне хочется домой. Там тепло, уютненько, классно. Вообще, что-то в последнее время издумывалось не хочется. Ну, потому что погода мне не шепчет. И вообще мне ничего не шепчет. Во, ветер какой подул сильный, холодный. Всё, бегу домой. Ну, вот я пришла домой. Зашла ещё в ларёчек. В ларёчке я взяла огурцы. Вот хоть они по 300 рублей, но у них такая нежная вот эта вот кожица. Их можно не чистить. Они вкусные. Мандарины по 170. Что там я ещё взяла? Зелень. Зелень весовая. Ну, я, правда, не спрашиваю лично, сколько она весит. В общем, петрушка с укропом. Так, ну, а что я в пятёрочке взяла? Сейчас покажу вам. Так, ну, вот я и взяла. Что я взяла? Взяла вот по красной цене вот это масло. Оно нормальное. Я его брала уже не раз. Кофе по акции со скидочкой взяла. Мёсы вот эти вот. Ну, я вам уже говорила цену. Взяла сметанку одну. Батон отрубной. Фрукты взяла. Яблочки, бананы, лимон. Два чесночка. Взяла грудиночку. Взяла вот эту вот. Это грудинка парижская. Это копчёная грудинка. Грудка. Грудка белое мясо. Но это я буду готовить. Так, взяла масло. Ну, чтобы было оно на всякий случай. Мои любимые шоколадки. Но опять набрала, не удержалась. Вот этих своих Данисима вкусняшечек. Что-то по старой цене, что-то по новой цене. В общем, я люблю их вечером после ужина покушать. И творожок. Один у меня ещё есть. Один, ещё один взяла. Тоже буду готовить запеканочку. Вот и всё. Девочки, на ужин я решила приготовить себе. Вот рис на гарнир я сварила. И вот это вот у меня корочка. Я их пожарила. И залила там сметану с майонезом, с чесночком, короче говоря. Ну и какой-нибудь огурчик, там помидорчик съем. Вот такой будет ужин. Доброе утро, девочки мои. На градуснике ноль. Но мне нравится, что солнечно, безветренно и сухо. Вот это уже хорошо. Ветерочек лёгкий есть, такой прохладный. Ну, небо чистое, классно. Ну, а я сегодня выспалась хорошо. Уже искупалась. Всё. И жду Настюху. Сегодня суббота. Сегодня Настя придёт уже где-то через полчасика. Вот. А пока что я вам хочу сказать. Почитала, девочки, комментарии. Из комментариев я поняла, что рутью многим не нравится. Но, честно говоря, мне он тоже уже не нравится. Я сначала его не поняла. А сейчас поняла, что модерацию у меня прошли те ролики, где я выставляла готовка. Но они не сразу прошли. Там день, два, что-то. Но прошли. А вот этот мой любимый фильм, который... Мои армянские корни, который полюбился многим. И потом я вам хочу сказать. Очень много мне пришлось приложить сил, чтобы этот ролик вообще создать, смонтировать. Потому что туда вставлялись кадры из прошлого. При том, что мы тогда вообще снимали это видео на плёнку, на видеоплёнку. Мне тогда пришлось пойти в ателье, где видеоплёнку преобразовали в цифру, на диск перекинули ещё тогда, давно-давно. И потом с этого диска пришлось его через программу пропускать. Это видео, чтобы оцифровать его. И чтобы можно было оттуда какие-то кадры самые такие интересные повыбирать. Потому что фильм был снят на полтора часа. И вот некоторые кадры оттуда вынимать. В общем, я с этим фильмом, помню, что провозилось очень долго для того, чтобы его смонтировать и сделать. И получилось интересное, весёлое видео. И было очень много просмотров на этом видео. И, в общем-то, я его оставила таким, какое оно есть. При том, что там 13 минут всего оно длится. Оно не длинное, коротенькое видео. Но один раз модерацию, оно не прошло, там двое суток висело. Потом мне написали, что произошла ошибка перезагрузить заново. И вот сегодня опять уже двое суток прошло. И это видео у меня до сих пор висит как на модерации. Его почему-то как-то не пропускают. Не знаю, в нём ничего такого нет. Но тупит. В общем, этот рутюб, он тупит, конечно. Поэтому я думаю, что я там какие-то ролики буду выставлять. Пока что я буду продолжать снимать на Ютубе. Но я так вот читаю комментарии под своими видео, под видео других блогеров. И, в общем, такое мнение у многих, что Ютуб закроют. Ну, пока не закрыли, значит, будем пока здесь. А потом закроют. Ну, не знаю, что будет потом. В общем, я думаю, что это будет уже ясно. Скоро-скоро. Буквально, наверное, до конца месяца, может быть, уже и будет ясно. Вот. Ну, пока что продолжаем снимать в том же духе. А потом, когда всё закончится и всё закроют. Ну, какое-то время, значит, буду я без ничего. Там посмотрим. В общем, ничего никому не известно. Поэтому сидим и ждём, что дальше будет. Всё меняется постоянно, каждый день какие-то новости. На Яндекс.Дзен мне тоже пока не получается ничего там. Там на Яндекс.Дзен вообще там есть какая-то такая фишка, что там загружают все видео, просто с Ютуба берут и автоматически загружают. Вот. И мне бы хотелось, конечно, чтобы это так произошло. Но как это сделать, пока что я ещё не узнала. Толком ещё никто ничего не знает, ничём и толком сказать не может. Но тоже там ещё ничего не понятно. Кто-то про Яндекс.Дзен тоже пишет, что там какая-то тормоз. Ну, в общем, пока ничего не знаю. Ничего пока сказать не могу. В общем, как будет, так и будет. Я как этот, щепочка по течению сейчас плыву. И, в общем, куда меня выбросит. Вот так. Вообще, я как-то думала о том, что, наверное, рано или поздно мне придётся, наверное, покончить с блогерством. Но я не думала, что это будет вот сейчас, что это будет внезапно, таким вот образом. Ну, как будет, так и будет всё. Я уже смирилась с этим, и поэтому не переживаю. Ну, переживаю, конечно, как бы грустно, но что-нибудь да будет всё равно. Не будет это, будет другое. Вот. Ну, а сейчас пока продолжаю снимать. Сейчас жду Настюшку. Может быть, она нам расскажет что-нибудь, что у неё новенького в жизни происходит. Она, видите, у неё есть настроение, бывает, говорливое. Она говорит безумолку. А бывает, у неё нет настроения, она ничего не хочет рассказывать. Ну, посмотрим. В общем, я её жду. Мне сегодня нужно отвезти её на тренировку. Всё, девочки, мы вышли с Настюхой. Идём на тренировку. Ну, у меня дома были недолго, всего полчасика. Настя, что-нибудь расскажешь, девочки? Да, да, да. И это может быть для вас интересная история, а может быть и нет. Ну, вот. У нас есть в садике два человека. Это я и Ярик. Я и я два человека? Да, да, да. И у нас есть конкурс. То есть я тогда была в конкурсе воспитателя. Я была воспитателем, считай, как в садике. Ну, и ещё я должна сказать стих. Ну, это, ну, как бы, не конкурс. Ну, и вот. А Ярик, он там какой-то, он должен на белую майку, майку, лепить всякие такие штуки. И вот у нас позавчера, когда мы фоткались у нас в садике, тогда там Ярик пришёл, когда уже все заканчивали фоткаться. Он, ну, я видела, что он немного, немного такой, немного подуставший, немного был. Потом мы, когда его пофоткали, мы ушли. И он, такой, он говорит, он, когда я к нему, к его шкафчику подошла, он сказал, что он там вафелек много наелся. Потому что он говорит, да, а там перекус был. Ну, у меня был классный день тогда. Так что, ну, всё хорошо, всё отлично было. Ну, всё, мы уже подходим к дороге, прощайся. И у меня тренировка 5 часов. Всем пока-пока. Ну, всё, девочки, я тоже с вами хочу попрощаться. Сейчас я нас всё отведу, пойду домой, буду монтировать это видео. Я уже вам сегодня сказала всё, что хотела сказать. Пока нового сказать нечего. Со всеми прощаюсь. Всем пока-пока. Всем пока-пока. И Ярику тоже привет передам. Привет. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok